привет всем сегодня у нас 15 февраля середина последнего месяца зимы уже даже чуть больше и я хотел сегодня записать видео у меня номерные знаки да они не так как со скачивания вы просто берете покупаете то есть вернее оставите себе номерные знаки 1 на машину и все как бы на этом закончила да и вы платите просто ежегодную страховку на авто а здесь каждый год надо обновлять ну не каждый смотря кто кто на два года покупать кто на год посмотрим сколько это будет стоить обновить номер проплатить или на год или на 2 что для этого надо я позвонил вы помните год назад я публиковал видео я позвонил в регистрационные организацию так ее назовем и спросил через интернет нашел контакты и спросил что для этого надо сказали надо привести страховку отведи какой пока вам документов еще из за собой тут больше рекламы конечно где-то половины или информация о пакете мы страховки и сказали чтобы была такая вот розовенькая страховка да то есть вот листок в данном случае я тревелы регистрировался страховку на авто и драйвер лисенс то есть надо привести то есть у меня две сегодня задачи поменять стикер на номерном знаке чтобы пролонгировали или вы на год или на два посмотрим сколько по цене и также у меня указан тут старый адрес который надо менять в течение двух недель с момента как вы переехали на новый адрес если вы переезжаете с одной квартиры на другую ли дом то вам течение 14 дней надо пойти и обменять ваши драйвер лисенс и чтобы там было указан ваш адрес для чего это сделается чтобы штрафы потенциальные которые вы можете получать вы могли чтобы они приходили к вам на почту они на старую которая у вас там да если как не рассказывали знакомые если вас останавливает полицейский значит вас могут оштрафовать он посмотрит если как он посмотрит я правда не знаю но как-то он вычислит что вы не живете по этому адресу и вам еще появит большой штраф за это поэтому сейчас едем обновляться поехали пока я буду ехать буду вам что-то рассказывать по пути сейчас у нас сколько там плюс один плюс один на улице вчера обратил такой ну не то что обратил я знаю в принципе но скачки топлива конечно каждая заправка по отдельности она выставляет цену я недаром сейчас выехал и показать вам сколько стоит вот 92 93 цента на с а где возле меня я тут заправляюсь частенько то есть а вчера я допустим когда на тренировку ездил вечером то я видел цена была на заправке 91 цент через два часа после тренировки еду уже сто три 103 цента то есть на 13 центов поднялась цена на литре буквально за два часа они выставляют что хотят здесь то есть каждая заправка она независимая это не как в украине джел да там допустим заправки и цена по всей украине в каждой области одинаково да если помните я вам хотел рассказать обновления по не буду снимать отдельное видео так пока буду ехать расскажу по нашим курсам дам по нашим туром я извиняюсь да и по курсам тоже онлайн значит на данный момент есть четыре человека которые уже оплатили услуги и будут участвовать в туре в июне месяце мы будем их начинать по моему с 5 по 16 июня где-то в таких пределах и там едут из россии из казакской из узбекистана и из украины я создал группу где мы обмениваемся то есть данными да кто чем согласен не согласен я как обещал все выполняю то есть получил уже письмо с сидмастера подписано робом сайком одним из самых главных агрономов канады и по совместительству он есть исполняющий директор подразделения тот автономной сеялки и как бы все они уже могут открывать визы параллельно я когда вот в колледже своем я смотрел что есть доски объявлений увидел доски объявления на которых размещаются приходят предприятия какие-то да и нанимают то ли студентов на сезон или работников там прям пишется и по моему даже одно объявление было 15-20 долларов в час ну таких вот досок объявлений я встречаю не то что часто но уже начал замечать потому что хочется тем участникам которые мечтают приехать не только просто посетить его как образовательный тур ну еще и остаться возможно работать на следующий сезон заключить контракт с каким-то из местных фермеров чего еще такого добавить да и теперь я тем ребятам которые участникам которые будут принимать участие в туре все буду я у меня цель я хочу чтобы они хотя бы 34 адреса или вернее ну да ферма фермы адреса получили и договорились до приезда до прилета в канаду чтобы они после окончания тура сели на машину и поехали по вот этим договоренностям и поехали сразу на собеседование то есть не теряли время как бы моя цель не стоит нахождение работы а для для участников тура кубе уже так вот захотели пожалуйста я буду помогать когда у меня есть время во время в этом году конечно у меня будет не очень очень почему потому что я уже подписал один большой контракт это с колледжем кроме то что курсы разрабатываю да тут еще теперь об один большой надо дроны обучать как и летать на дронах собирать информацию там очень большая такая список операций и телематика сбор информации через телематику с разных мульти брендового парка включая автономную селку дот да и вот я утром сегодня еще проснулся увидел еще декан одного факультета прислала мне предложения это то что я делала индивидуально для каждого фермера до агрохолдинга внедрял эти технологии за четыре приезда в течение сезона а тут они хотят сделать какую фишку на базе колледжа чтобы я проводил эти тренинги для всех желающих со всей альберты может и соскочевана также и такие курсы пока это такая стадия first option мы называем первый вариант это когда только мы проходим 5-6 дней подряд обучение по программному обеспечению тримбл такой неполноценный полноценный вариант это второй который занимает целый год четыре таких вот моего моих привлечений к внедрению этих технологий но пока что они остановились на первом варианте это очень даже хорошо потому что честно я устал я прошлом году я считал до 35 перелетов совершил пересадок именно на самолетах это очень тяжело много здоровья теряется желал бы никому столько так летать были перелеты дамы и по 10000 километров да и вот второй вариант это год и третий вариант то есть это на два года это когда еще второй год мы год первый проходим с оффлайновской версии тримбла а второй год мы тоже самое делом только еще онлайн подключаем и мобильную версию да и синхронизируем совершенствуем сбор информации тому подобное то есть это же такой самый скажем так high level top level of education образование вы знаете я боялся насчет своего английского я полгода отсутствовал чуть даже больше отсутствовал и я думал лишь как же я вернусь канаду и буду вспоминать свой английский вы знаете буквально недели две да я так грубо говоря тупил было ощущалось это все как и ждут уже забыл да буквально две недели я переживал я пришел на собеседование в ноябре на первую встречу со своим деканом который меня ждал полгода и спросил ну как как тебе мой английский туда все он сказал вообще идеально нормально все подходит честно я удивился потому что я переживал но как видите даже полгодичное отсутствие в канаде не сказывается на ваш английский ну и сейчас тем более почти каждый день общаюсь подтягивается очень быстро все что-то я потерялся вообще надо искать где-то я тут помню находилась это все а он все нашел год назад ездил он прожистри плейт и тут надо где-то парковаться так погнали так ну что я сходил только что обменял вернее заплатил кучу всего узнал всего нового значит начнем с первого хорошо что я приехал ну как хорошо это не хорошо на мне висело два штрафа за скорости один датированный декабрь 2018 а второй март 2019 года где я получил на радар мне ловили кстати не на камеру а именно на радар где-то с поймали я даже не знаю где обычно я держу всегда скоростной режим но тут как раз наверно скорее всего не не удержался где-то так как штрафы небольшие 100 120 долларов каждый то и это плюс так как я не заплатил вовремя а почему не заплатил потому что штрафы приходили на мой старая а старый адрес если бы они приходили на новый я бы заплатил вовремя и я бы не получил плюс 20 процентов то есть в эти цифры уже вложены 20 процентов 20 процентов это если ты выходишь если ты не заплатил вовремя скажем так да видать я не настолько много нарушал возможно на несколько километров сверху может пять километров И поэтому небольшие. Чем больше скорость, которую вы превысили, тем штрафы могут доходить за скорость 250 и 300 долларов. Когда-то у меня было в Соскочеване один штраф на 250 долларов, я превысил 20 километров. Ведь то там по объездной, где все время 110 километров, поставить знак, потом один участок, коротенький, километр, 70 километров. То есть люди просто его не замечают, и я думаю, там штампуют всем подряд. Ну да ладно, то такое. Лирика. В общем, заплатил я за штрафы, и я больше переживал за какой-то один у меня был инцидент, даже на видео я указывал год назад. Я переживал за красный свет, что я проехал. Ничего подобного. То есть все-таки я не на красный тогда проехал. Дальше. Дальше выдается, идет замена прав водительские. Вам выдают вот такую вот временную бумажку на 2 недели. Вы платите за это 28 долларов, и к вам приходят новые права. Старая фотка со всеми данными. Просто уже новый адрес указан, где вы проживаете. То есть вот это вот пока временная. Драйвер лайсенс. И я на 2 года заплатил регистрацию своего номера, да, то есть вернее, ну номера машины. Каждый год это 93 доллара, или я за 2 года заплатил 173 доллара. 173 доллара, далее вот такой вот стикер, который я налеплю 22, это до 22 года. То есть на 2, на 20, на 2 года вперед. На те же самые номерные знаки, все. Что происходит, если вы, допустим, у меня до февраля 2020 года было, и если бы меня полицейский остановил где-то в апреле 2020 года, или в марте, то если бы меня остановил полицейский, и у меня было, ну, то есть истек срок годности, скажем, использования моего номера, регистрации моего номера, то мне впаяли бы штраф 310 долларов. Так, чтобы вы знали. Решил вам лучше поснимать что-то. А, не просто сидеть на месте. Да, вернемся. Значит, если вы, допустим, все разу сейчас вопрос будет, а вдруг вы продадите эту машину с этим номером, я точно так же задавал вопрос, потому что я хочу другую, приобрести эту, оставить для девушки. Машину, она хорошая, я за ней ухаживал, попробую еще найти в таком хорошем состоянии. Так вот, смотрите, если этот, то есть эти деньги 173 доллара, которые я заплатил за 2 года, они остаются висеть на счету на этом номере. Если я покупаю, допустим, какую-то, ну, не знаю, ну, эту Хонду, которая, да, едет впереди, ну, конечно, такой хлам не куплю, но сам факт. Если я хочу перенести этот номер на новую машину, то эти деньги сохраняются, но за трансфер 28 долларов платится. То есть вот так вот. Так-с, сейчас надо пропустить. Дальше, насколько я понял, как-то она так быстро рассказала, то есть если я просто продаю машину и уезжаю вообще с Канады или с Альберты, переезжаю в другую провинцию, то эти деньги замораживаются, то есть остаток, да, вот я на 2 года оплатил и, допустим, в апреле 2020-го, через 2 месяца решил уехать, то они высчитывают, сколько я использовал за 2 месяца, да, за регистрацию этого номера, и они, как бы, замораживают, по-моему, на 3-4 недели, платится 10 баксов, что-то 9 с копейками, и вам возвращаются эти деньги на карточку. То есть вот так вот. То есть это не то, что, знаете, заплатил, и все, и у вас сгорели деньги за 2 года. Нет, такого нет. Так, ну, в принципе, я, считаю, рассказал. А, сейчас вы увидите, я фотку вставлю. Хотел показать вам, что такое именные номерные знаки. Тут в Канаде, вот вы видите, тут есть и номерные знаки фанатов NHL, команд, Oilers, Edmonton Oilers и Calgary Flames. Еще какой-то третий там посерединке, ну, это чисто такой адбертийский. Вот это мне больше нравится. Мне не нравится, как вот в Украине именные, когда там пишут, ездит на машине Lexus, и он еще номерной знак подписывает Lexus. Ну, там видно, что это на Lexus ездишь. Зачем ты еще большими буквами об этом сигналишь на своем номерном знаке? Тем более, тебя не выпустят на именном знаке таком, в этот, за пределы Украины. Тебе придется все равно ставить свой родной, да, который с номерами и тому подобное. Надо в Суперстор заехать. Здесь вот прикольно. Ты себе там ставишь такие, где фон меняется, красивый такой, да, там фанаты. Ты там можешь найти фанатов своего любимого клуба хоккейного, тот же Calgary или Edmonton. И вот, кстати, вот такими бабкатами убирается снег на парковке. Вот они так запаркованы. Ну, не только бабкатами. И джандировским вот этим трактором с ковшом. Ну, в принципе, все. Я так рассказал детали. Кому интересно, сколько чего тратится. Да, не дешевые затраты на машину. То есть машины дешево стоят, но страховки не очень, скажем так. Страховки при регистрации, обновлении и тому подобное. И вот прикол в чем, что если я приеду в какое-то другое, ну, хотя 28 долларов для смены жительства и прописывание нового адреса ваших драйвер-лайсенс в удостоверении, это не такая же большая сумма 28 долларов. Жить можно. Все. В общем, не нарушайте. Будьте умничками. И пишите в комментариях, какие вы хотите темы обсудить. Я постараюсь. Буду ехать и рассказывать то, что знаю. Хорошего вам дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok